Выступать в начале всегда сложно, но раритет раскачал толпу с первых же песен. Раскаты рока над бывшим сереброплавильным заводом. Такого спичка еще не видела. На два дня она стала площадкой музыкального фестиваля «Сибиризация». Варнаул, Бийск, Заринск, Целинная, а также Новосибирск, Омск, Томск и Кемерово. Больше 30 групп на двух сценах, без музыкальных и возрастных ограничений. С мужем. Он там танцует. Году в 97-м я была непосредственно в этой тусовке, поэтому сейчас с детьми пришли. Рокфестиваль – это всегда классно. И мне кажется, даже детям на этом фестивале весело. Аудитория разная. Они все для себя находят что-то свое. Кто-то группу послушает, а кто-то придет просто там шашлыка поесть, например. Почему нет? Можно же просто посидеть и посмотреть на это все, как все происходит. «Сибиризация» – молодой фестиваль. В первый раз он прошел в 2019-м в Тайгете Гуна. Продолжить традицию помешала пандемия, и вот в 2023-м фест возродили уже в Барнауле. Гостям постарше эта тусовка напомнила барнаульские клубы 2010-х. «Публика вообще огонь, все живые. И это, все прошло. Молодежь особенно дали жару сцены. Поляну стоптали хорошо. Я думала, это ваши фанаты, нет?» «Мы тоже. Ну теперь да». Рок, поп-панк, ска-панк, хардкор, гранж, поп-кранч – калейдоскоп жанров для любителей музыки, иногда с элементами перформанса. Так всем запомнилась группа Лена Заринская. «Таких смелых, я бы сказал, фестивалей не было. И я очень рад, что Алтайский край становится с каждым годом продвинутым и в плане музыки, и в плане ее разнообразия, ну и толерантности музыкальной. «Мы играли раньше только исключительно на андеграундных фестивалях. Много народу, должно быть хороший звук, ну и, собственно, ну и погода хорошая». В какой-то момент погода подвела. «Субботний ливень» изменил работу одной из площадок, но этих зрителей было не распугать. «Я была на фестивале «Шевели поршнями» в Залесовском районе, в Бердск, в Devil's Party. «Сейчас планируем на Мэри Рэйв в Новотерышкино». «Для меня вообще рок-музыка и, в принципе, все концерты, рок-музыканты и фестивали – это моя жизнь и способ выплеснуть свои эмоции, получить адреналин и оторваться от насущных проблем». «Я профессиональная певица, опереты, поэтому я в храме пою, но мне эта музыка нравится». «И послушать ее мог любой желающий. Билеты по символической цене нужно было покупать лишь на хедлайнерах фестиваля – Томскую и две барнаульские группы. За два дня «Спичку» посетило почти три тысячи человек, но, несмотря на усилия организаторов, фестиваль не смог себя окупить. Поэтому гости и участники надеются, что в следующем году мероприятие получит большую спонсорскую поддержку и выйдет на новый уровень проведения, чтобы сибиризация звучала каждое лето. «Большой город по науке! Сибиризация – невероятный проект! Спасибо!» Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, Анастасия Бертенева. День с толком!